Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 1382. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 337. На Стоглавом соборе в 16 столетии бритье бороды было признано грехом. Что об этом думает церковь сейчас? Отвечает Амбросий Юрасов. Тогда было сказано, того, кто умрет без бороды, не отпевать, на сорока уст не подавать, свечи не ставить и не молиться. Знаете, когда слуга Давида, исполнив послушание, вернулся без бороды, он сказал. «Моего слугу очень обесчестили. И Давид не принял слугу в Святом Граде Иерусалиме, а отправил его в Иерухон за 18 километров от Иерусалима и сказал. «Живи там до тех пор, пока не отрастет твоя борода, а как только отрастет, придешь». Священники, когда надевают эпитрахиль, такую молитву произносят. «Благословен Бог, изливающий благодать свою на священников своих, как мира, сходящая на главу, бороду, бороду Аарона, на края одежды его». Как же читать эту молитву, если бороды нет? Господь дал мужчине бороду не случайно. Есть такое дерево, лиственница. У нее вместо листьев иголочки. Такие же иголки есть и у елей и сосен. «Через них на землю сходит энергия, и у мужчин борода нужна для стока энергии». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. В потребнике 1639 года и в служебнике 1647 года было помещено поучение. «Не брить бород и усов не постригать». В Большом потребнике говорилось так. «Проклинаю Бога ненавидимого и блудолюбного образа, прелесть душегубительную от помраченной ереси, и чтобы не стричь бороды». «Лист шестисотый на обороте, и не брить ее». В служебнике Иосифа Патриарха пишется «Прелесть душегубительная, помрачение от ереси, не стричь бороды». «Лист шестисотый на обороте, и не брить ее». Цитата. «И не знаю, как в наш народ православный, и в какое время в Великой России юридический недуг вошел». «Как по летописным книгам говорит предание царя греческого, или лучше сказать, врага веры христианской и законопреступника Константина Ковалина и еретика, чтобы постригать бороды или брить, иначе сказать, богосозданную доброту растлевать. Или еще скажем, по летописным книгам находим подтверждение всей злой ереси, возникшей от нового сына дьявола и сатаны предтеча антихриста, врага и отступника от веры христианской, римского папы Петра Гугнивова. «Ибо и тот сию ересь подкрепив, и римскому народу, особенно же и чинам их священным, такое творить повелел, чтобы бороды постригать и брить». «Епифаний же кипрский, ефтихской назвал сию ересь, ибо Константин, царь Ковалин и еретик это узаконил, и о том все знают, что эти еретические слуги, потому что бороды у них пострижены». Издательство «Лето» 7155, лист 621. «Преподобный Максим Грек писал, если прокляты, уклоняющиеся от заповедей Божьих, как слышим во священном песнопении, той же клятве подлежат истребляющие бритвою бороды свои». Слово 137. «Не должно также и на бороде портить волос и изменять образ человека вопреки природе. Не обнажайте, говорит закон бород ваших, ибо сие быть без бороды создатель Бог сделал пригодным для женщин, а мужчинам признал он непристойным». «Тоже обнажающий бороду свою, чтобы нравиться, как воспротивляющийся закону, мерзок будешь у Бога, создавшего тебя по образу своему». Постапостольское издание «Казань, 1864 год, страница 6». Святой Епифаний Кипрский пишет. «Что же хуже и противнее этого? Бороду, образ мужа остригать, а волосы на голове отращивают. О бороде в постановлениях апостольских Слово Божие учение предписывает, чтобы не портить ее, то есть не стричь волос на бороде». Творение его, часть 5, страница 302, издательство «Москва, 1863 год». 96-е правило Шестого Вселенского Собора с толкованием. «Эпитимиям и отлучению подлежат те, которые подкрашивают свои волосы, чтобы сделать их светлыми или золотистыми, или подвязывают их, чтобы сделать их кудрявыми, или носят чужие волосы, то эпитимии подлежат бреющие бороды свои, чтобы росли они после ровнее и красивее, или чтобы всегда казаться молодыми безбородами. Также те, которые выжигают маленькими щипчиками волосы на лице, чтобы казаться нежнее и благообразнее, которые подкрашивают свои бороды, чтобы не казаться стариками. Этой же эпитимии подвергаются женщины, употребляющие белила или румяна для привлечения к себе мужчин. Ах, как может Бог признать в них свое создание и свой образ, когда они носят другое, дьявольское лицо? Разве они не знают, что уподобляются блудной Иезавели? Итак, все мужчины и женщины, делающие что-либо подобное, подвергаются отлучению. Если же все это воспрещено мирянам вообще, то тем более клирикам и священным лицам, которые должны поучать народ и словом, и делом, и внешним благочестием. Греческая кормчая, Педалион, страница 270, издательство, 1888 год. Бродобритие есть обычаи еретические и богомерзкие, и потому истинным христианам надлежит хранить себя от этой мерзости, чтобы через преступления заповедей Божьих и святоотеческих преданий не лишиться нам вечного и нескончаемого блаженства в будущей загробной жизни. Ибо Господь скажет доброму рабу и деятельному своему служителю, «Добрый раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа своего». Евангелие от Луки, 19-17. «Если кто не может горшка бобов приготовить в меру, чтобы ничего не пропало даром из приготовленной еды, тот не может заведовать монастырем», сказал Савва освященный Яков Монаху, претендующему на большее. Страница 149, 5 декабря. Относительно стока энергии, откуда же это взял отвечающий на вопросы в Иваново? Такое объяснение есть только в среде ивановцев и у тибетских монахов. Глубоко же заносит незнание Священного Писания. Посмотрим, что Библия говорит о случае, на который ссылается Архимандрит, и насколько он сумел извратить и испортить Священное Писание, как и всегда, когда он к нему прикасается своим умом. Второе царство, 10-1-18. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, «И воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид, «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слух своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Анону, господину своему, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. И велел царь сказать им, «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели Аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами. И они побежали. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Ученый муж качает головой. Поэт грустит, ученый сожалеет, что Каспий от черты береговой с годами отступает и мелеет. Мне кажется порой, что это чушь, что старый Каспий обмелеть не может. Вопрос мельчания человечьих душ меня гораздо более тревожит. Расул Гамзатов Гамзатов Гамзатов